Уникальная выставка открылась в палатах. Музей театрального и музыкального искусства из Санкт-Петербурга привез более 70 работ, имеющих непосредственное отношение к театру. Среди экспонатов подлинные эскизы, костюмов и декорации, выполненные театральными художниками второй половины XIX века. Выставка очень информативная. В ее конве лежит отечественная история. Хронологически период выставки занимает 934 года. Начинается она с вашего главного персонажа, светлейшего князя Владимира и заканчивается 1917 годом. Мы стараемся как можно чаще показывать, чаще вывозить это сокровище. И в нашей выставке это всегда не только эскиз костюма, декорации, но и сам костюм, как мы постарались здесь представить. Среди экспонатов представлены работы авторов, которые даже для искушенного зрителя могут стать открытием. Среди таких работ эскизы театральных костюмов, сделанные художником Кузьмой Петровым-Водкиным. Петров-Водкин, я, например, сама никогда не знала, что он или конструктивист Атлин тоже занимались театральными декорациями. То есть любой человек для себя найдет много нового, интересного и неожиданного. На выставке присутствует и бодаворский трон к опере Борис Годунов, которую ставил Тарковский в лондонском Ковенгардене. Трон перевезли в театр имени Кирова и решили не отправлять обратно в Англию. Кроме того, на выставке можно увидеть уникальный макет декораций к опере «Жизнь за царя», созданный в 1892 году для Венской международной музыкальной театральной выставки. Мы притащили в город Владимир макет художника Бочарова «Смерть Сусанина». Бочаров один из лучших художников-пейзажистов русского театра. Он был специально командирован в Вену на международную выставку «Русский отдел», «Русский театр». И «Жизнь за царя» как коронационный спектакль. Вот этот макет. Он специально отреставрирован для этой выставки. На экспозиции присутствовали и представители театрального искусства, которые назвали открытие подобной выставки уникальным событием для нашего города. Заслуженный деятель театрального искусства и директор Владимирского драматического театра признался, что впервые присутствуют на подобной выставке. Мне кажется, это уникальное событие, потому что я много лет занимаюсь театром, но, к сожалению, я ни разу не был в музее театрального и музыкального искусства Петербурга. А сегодня этот музей с этими выдающимися работами приехал к нам. Это прекрасно. Грамотно выстроенная экспозиция позволит увидеть все многообразие художественных направлений в русском театрально-декоративном искусстве, уловить изменения, которые произошли в нем со временем. Также организаторы ставят перед собой задачу показать мастерство театральных художников. Работы которых нередко остаются незаслуженно забытыми. Выставка продолжит свою работу до 10 марта 2019 года. Константин Миронов и Егор Хребко. Шестой канал.